Что значит год семьи? Загадки малого Майеланова облака. Кофейный феномен. Почему мы зависимы от этого напитка? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Анастасия Дворнова. Мэр Казани Ильсур Мершин вручил именные стипендии по итогам 2023 года студентам, аспирантам и учащимся города. В числе награжденных три представителя Казанского федерального университета. Стипедиатами стали магистрант Института фундаментальной медицины и биологии Юрий Маясин, ассистент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Айсылу Ганиева и старший лаборант кафедры общего языка знания и тюркологии Института филологии и межкультурной коммуникации Алиса Мухамедшина. Основное требование к научным работам – их практическая значимость для города Казани. Они должны быть ориентированы на решение проблем реализации приоритетных направлений городского хозяйства, социальной сферы и молодежной политики столицы Татарстана. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране «Годом семьи». Такое решение он принял, чтобы сохранить и защитить традиционные семейные ценности. Кроме того, «Год семьи» призван популяризовать меры государства по ее защите. Что это значит для россиян и как в 2024 изменятся меры поддержки родителей и детей, расскажем в следующем сюжете. 22 ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 в России «Годом семьи». Указ вступил в силу в тот же день. Кроме того, глава государства поручил правительству до 27 декабря сформировать оргкомитет по проведению «Года семьи», а также определить источники финансирования мероприятий, которые необходимы для достижения поставленных целей. В указе также говорится, что председателем оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова. На одном из своих выступлений она подчеркнула, что организационный комитет планирует различные программы, направленные на улучшение здоровья детей и взрослых, в их числе оценка репродуктивного здоровья сотрудников на рабочих местах в рамках обязательной диспансеризации. «При формировании плана мероприятий мы ориентировались прежде всего на решение ключевых демографических проблем. Это создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержку многодетных и многопоколенных семей и формирование здоровой моды на многодетную семью». В последние годы президент усиленно акцентирует внимание на необходимость решить демографическую проблему, считая ее одной из ключевых для страны. Сейчас она приобрела системообразующий экономический характер и влияет на обороноспособность страны, развитие экономики, рынок труда и безопасность государства в целом. На демографическую проблему указывает и суммарный коэффициент рождаемости в России, то есть показатель того, сколько одна женщина в среднем родила бы за весь репродуктивный период. На данный момент это значение составляет 1,42. В 2024 году в России планируется ряд изменений и в системе поддержки семей с детьми. Вырастет сумму материнского капитала на второго ребенка. Если в 2023 году родители получали более 775 тысяч рублей, то в 2024 им будут выплачивать 834 тысячи. Наша общая и, наверное, главная задача – это возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей. Последний опрос в ЦИОМ показал, что 7 из 10 опрошенных россиян считают крепкую семью наиболее важной ценностью. И это не зависит ни от образования, ни от возраста, ни от материального положения. 2023 год в России был объявлен годом педагога и наставника, 2022 годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны. В 2021 году проводится год науки и технологий, в 2020 год памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 2024 обязан стать важным для семьи и поддержки семейных ценностей, чтобы воплотить в жизнь желаемые проекты. Елизавета Газизянова, Универ Новости. Тема космоса всегда вызывает интерес как у взрослых, так и у детей. Смогут ли люди когда-то переехать на Луну? Существует ли жизнь где-то помимо Земли? И сколько планет всего в Солнечной системе? Эти и многие другие вопросы не остаются без внимания. Поэтому ученые тщательно изучают космос, чтобы разгадать его тайны. Не так давно большая международная группа астрономов и астрофизиков нашла доказательства того, что Малое Магелланово облако – это больше, чем просто одна галактика. Что из себя представляет спутник Млечного пути и какие тайны он скрывает – узнаете в следующем сюжете. Малое Магелланово облако – это галактика-спутник Млечного пути, находящаяся в 210 тысячах световых лет от Земли в созвездии Тукана. Она была открыта европейским исследователем Фернаном Магелланом. В начале 16 века во время его путешествия вокруг земного шара облако является неправильной эллиптической галактикой. Считается, что оно образовалось примерно 13 миллиардов лет назад в результате гравитационного коллапса газа и пыли в протогалактическом облаке. Дело в том, что Магеллановы облака, и большое, и малое, которые находятся достаточно близко друг от друга, они располагаются вблизи Южного полюса мира. И соответствующим образом в Южной полусфере нашей планеты все время как раз пользовались наведением на эти облака, чтобы определять свое местоположение. А если говорить о Малом Магеллановом облаке, то это вообще карликовая неправильная галактика или по-другому диффузная галактика. То есть имеет совершенно неправильную форму, то есть достаточно молодая. Ну и разумеется, нужно отметить, что там присутствует большое количество и молодых звезд. Со временем Малое Магелланово облако продолжало развиваться и расти посредством процессов звездообразования, взрывов, сверхновых и слияний с другими галактиками. При изучении Магеллановых облаков впервые была обнаружена зависимость между такими вот звездами, как цифьиды и другими параметрами, то есть их размером, периодом их пульсации. И таким образом был, в общем-то, открыт закон, как определить достаточно большие расстояния во Вселенной. То есть, зная период пульсации и зная величину звездную или светимость данного объекта, можно сказать, что мы наблюдаем вот глубь Вселенной на такое-то расстояние. Группа астрономов из научного института космического телескопа в Мэриленде отслеживала движение газовых облаков и молодых звезд, рождающихся в них, вокруг Малого Магелланово облака. Им удалось обнаружить, что небольшая галактика состоит как минимум из двух систем, что также вызывает интерес. Есть предположение, что они появились из остатков бывших галактик. Различия в металличности их звезд и особенности межзвездного газа можно объяснить разными историями эволюции. С другой стороны, расположенная ближе к нам система может быть основной галактикой, а дальняя — ее обломком. По теории, где-то через 2,5 миллиарда лет эти две галактики и Большой и Малой Магеллановы облака должны слиться с нашей галактикой. То, что должны мы соединиться с галактикой Андромеды, и вообще-то процесс уже пошел, это известно многим. Но, тем не менее, оказалось, что если с Андромедой еще у нас есть время порядка 4 миллиардов лет, то здесь соединение должно произойти гораздо быстрее. Малое Магелланово облако нередко используется в качестве эталона для сравнения с другими галактиками и учета свойств звездных скоплений. Поэтому в будущем его исследования продолжаются с использованием новейших телескопов и приборов. Ожидается, что это поможет раскрыть еще более глубокие тайны эволюции галактик и появление новых звезд. Кристина Отекина, Универ Новости. Кофе, старинный напиток, зерна которого додумались обжаривать, молоть и варить всевозможными способами, появился еще в 15 веке. Сейчас крупные и не только города наполнены кофейнями, которые предлагают потребителю все, что пожелает его душа. От обыкновенного американо до латы на животном и растительном молоке. Почему феномен кофе стал так актуален, узнаете в нашем следующем сюжете. Лата, на какой сейчас корец. Приятного? Благодарю. В наше время трудно представить современного молодого человека без крафтового стаканчика с кофе. Виды зерен и способы его приготовления настолько разнообразны, что при выборе этого символа современного поколения разбегаются глаза. Но почему же этот давний напиток стал актуален сегодня? Каждое утро миллионы людей по всему миру начинают свой день с ароматной чашечки кофе. И это неудивительно, ведь этот напиток не только бодрит и придает энергию, но и является неотъемлемой частью нашей культуры. Посещение кофейни и покупка кофе с собой стали неким ритуалом перед тем, как прийти на работу или учебу. А теперь добавим, что кафе – это атмосфера. Это удобная мебель, это приятная музыка, это красивый дизайн, это четко выверенный сервис. И мы прекрасно понимаем, что каждая кофейня, она под свою целевую аудиторию. Есть кофейни исключительно для, так скажем, техногиков, то, что мы называем антикафе, например. Есть кофейни, которые для определенного возраста, для молодежи, даже можно по психотипу пройтись, в зависимости от дизайна, от интерьера. За последние десятилетия это приобрело такой масштаб, что стало частью кода современного поколения. Сериалы, кино и лидеры мнений из социальных сетей настолько популяризировали поход в кофейню и времяпрепровождение там, что, пожалуй, сложно найти подобное заведение без посетителей. Кофе – это всегда очень хороший такой альтернативный напиток между полноценным завтраком, обедом и лёжимом. Потом, сейчас очень модно кофе с собой. Это уже элемент некой культуры. Крафтовый стаканчик, наполнители, топпинг – это уже элемент некого культурного кода современного поколения. У кого-то бутылочка воды, у кого-то бутылочка минеральной воды, у кого-то термос с горячим чаем, у кого-то крафтовый стаканчик кофе. Это элемент самопозиционирования. Посмотрите, любая себяшка, ну, я так борюсь с англоцизмами, селфи, да, любая себяшка – это обязательно у тебя в руках какой-то напиток. Или чашка. Студент не может просто так сфотографировать, как он готовится к экзамену. Он обязательно разложит книжки, тетрадки и обязательно поставит чашечку. Или чая, или крафтовый стаканчик кофе, потому что он в процессе. Интересным аспектом является то, что кофейни практически не рекламируются, и заведения крайне редко проводят пиар-компании. Все буквально продается само по себе. Правда, все-таки есть моменты, которые играют важную роль в успешном ведении кофейного бизнеса. Первое и основное – узнаваемый аромат напитка, который является частью многих парфюмов и используется в ароматерапии. Дизайн заведения и того самого картонного стакана, безусловно, тоже влияет на посещаемость кофейни. Это действительно самый легендированный продукт всех времен и народов, потому что из самого отрицаемого продукта, первые потребители 15 века, мы прекрасно понимаем, что это были великосветские люди, и они кофе воспринимали исключительно как непонятный, горький, невкусный напиток. И надо отдать должное времени и правильной политике позиционированного этого продукта, сейчас это самый популярный напиток. Это самый мифологизированный напиток. Если мы говорим о кофе или о кофейнях, то давайте начнем с того, что это целый комплекс, который нужно рассматривать. Во-первых, кофе – это ароматика. Здравствуй, мой любимый нейромаркетинг. Ароматерапию никто не отменял. Запах кофе, он всегда немножечко сглаживает нашу нервозность, нашу стрессовость и так далее. Поэтому сам по себе аромат кофе, он уже расслабляет. Мы прекрасно это все понимаем. В результате кофе превратился в своеобразное искусство, и поклонники этого напитка стремятся открывать для себя новые вкусы и ароматы. Самыми популярными сортами кофейных зерен являются арабика и робуста. Истинный ценитель и гурман сможет детально раскрыть отличия каждого из видов. Важно найти эту гармонию между потребностью клиента и тем, какой сценарий, что ты предлагаешь. По поводу непосредственно приготовления напитков, наверное, мы ориентируемся больше на маркетинговую стратегию одной известной фруктовой компании, которая производит технику. То есть клиент на самом деле сам не знает, чего хочет. Поэтому важно понимать, что мы хотим дать клиенту. За последние годы кофейные заведения стали очень популярными вариантами для проведения встреч, работы или отдыха. В них вы можете попробовать разнообразные сорта кофе, насладиться атмосферой и получить удовольствие от общения с друзьями. Кроме того, многие кофейни предлагают свежеприготовленные выпечку и другие десерты, что завлекает к ним все больше людей. Иван Шаньшеров, Валерия Карташова, Николай Суховский. Универновости. Валерия Карташова, Николай Суховский. А на этом все. В студии была Анастасия Дворнова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok